Ну и мы уже готовы пообщаться с нашей гостью, пусть и по скайпу. Сейчас мы свяжемся с Эланой Горбуновой, начальником отдела организации назначения и перерасчета пенсии отделения Пенсионного фонда России по Республике Крым. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Элана, вопросов у нас много, времени не очень, поэтому давайте начнем с самого главного. Пожалуйста, поясните нам, в соответствии с поручением президента Пенсионный фонд будет осуществлять явочное продление выплат. Каких имена? Я поняла ваш вопрос. Речь идет, конечно, о тех выплатах, которые уже назначены, уже выплачиваются, но требуется ежегодное подтверждение документально. То есть мы в этом случае говорим о том, что в первую очередь касается тех средств, которые идут из материнского капитала, средств материнского капитала ежемесячной выплаты, они будут продлеваться без личной явки самих граждан, без представления дополнительных документов. А что касается пенсии, это в первую очередь пенсии по случаю потери капитала, когда нетрудоспособное лицо достиг возраста 18 лет, при этом обучается в учебном заведении, и требовалось подтверждение его обучения, то в этом случае считаю, что учебник заканчивается 30 июня, то есть до 1 июля можно смело подтверждать его выплату пенсии, его право на эту выплату. И следующая категория, это у нас получатели социальных пенсий, которые ежегодно подтверждают проживание на территории, не имея постоянного проживания, то есть по месту фактического проживания. То есть эти граждане должны необязательно им приходить, подтверждать, мы им стоятельно без личной явки подтвердим, вернее продолжим выплату пенсии, так что до 30 июня. Кроме того, у нас есть пенсионеры, которые выплаты пенсии, которым осуществляют удоверенности со стопой более одного года. Здесь есть тоже норма, правило, что ежегодно пенсионер должен быть личной своей явкой, подтверждать, что он жив, непредим и является получателем пенсии. И вот в этом случае даже без его личной явки мы будем продолжать выплату пенсии также до 30 июня. А скажите, пожалуйста, а как сейчас в условиях самоизоляции происходят выплаты пенсии? То есть ее же выплачивают, правильно, пенсионерам? Да, совершенно верно. Выплаты пенсии у нас осуществляются бесперебудно. Профинансировали все те выплаты, которые было необходимо выплатить в апреле месяца еще в конце марта. 27 марта мы уже все выплатные документы передали в доставочные организации, профинансировали. Выплата пенсии была осуществлена досрочно, но в соответствии с поручением правительства. Элана, а скажите, в каком режиме работают клиентские службы? Клиентские службы у нас работают в обычном режиме, при этом сохраняют все необходимые меры предсторожности. Ну, конечно, учитывая, что тенденции граждан, которые обращаются в наши клиентские службы, подвержены коронавирусной инфекцией, мы вызываем всех наших пенсионеров, которые желали бы обратиться в наш город, чтобы они находились на себя дома, но при этом все свои проблемы решали действительно. А вот такой вот животрепещущий вопрос. Ну, у нас пенсионеры далеко не все пользуются интернетом, это хорошо известно. И у многих попросту нет. Да, попросту нет. Как им получить услуги Пенсионного фонда России дистантно? Дистанционно. Да, дистанционно. У нас есть, конечно, телефоны горячие линии, я сейчас могу сказать. Телефоны горячие линии 7978 018 74 35, стационарный номер 57 355. По этим номерам горячие линии наши граждане могут обращаться в инфекционный фонда. Но и кроме того, чтобы решать вопросы дистанционно, у нас есть возможность подачи заявлений через кабинет астронного лица. А если, как вы сказали, пенсионеры не имеют возможности пользоваться интернетом, можно по этим телефонам горячие линии, подводить, представив слово для того, чтобы получить свои персональные специальные данные. Эта норма тоже предусмотрена и уже давно работает. Каждый обратившийся знает, что в своем стремлении преобращение впервые в инфекционный фонд указал свое годовое слово, и с учетом этого годового слова может получить всю необходимую информацию. Спасибо вам большое. Спасибо, что уделили нам время сегодня утром. Желаем вам хорошего дня. На связи была Илана Горбунова, начальника отдела организации назначения перерасчета пенсии отделения Пенсионного фонда Российской Федерации в Республике Крым.